Привет всем, добро пожаловать в The Sims 4, в мой любимый летсплей семейства Эрвил. И сегодня у нас 11 серия. Как вы помните, в прошлой серии у нас произошло супер много событий, одно за другим, и вернулись они, в общем-то, со школы вот такими все помятыми, вот такими все печальными. Но кроме нашей, конечно, Карен, потому что она вообще не парится, в школе особо ничего не делала, можно сказать, почти телоток. Кстати, я вам говорила, что хочу включить их желания, поэтому давайте включим их поскорее. Печально, что с первой серии так не получилось, ну не получилось, я об этом даже не думала. Жалко, что Карен все еще маленькая, не может убираться тут, но, тем не менее, это может сделать наш Дэниел. Где купить проект? Разъярен и ужасное состояние, а я проекта каких-то, да? Давайте посмотрим. Друзья, товарищи, а где мне можно купить проект школьный? Ой, нам Луна звонит, домой зовет. Ну, мы у тебя были, я надеюсь, вы отошли от ремонта, ой, от пожара вчерашнего. У них дома был пожар, кто не видел серию обязательно смотрите. Была суперинтересная, опять говорю, ну, юбилей как-никак. Так, идти очистила точек, ой, посмотрите, наша Лия выздоровела. Прекрасно, Лия выздоровела, и у нее сердечки какие-то внимание требуют, поэтому сердечки. Ну, давай подарим тебе внимание, прощесываем, погладим, что еще можно сделать, поговорим. Ну, жалко, что у нас нету для Лии кавалерчика, тем более она кастрированная. Нет, она не кастрированная, поэтому у нее могут быть дети, поэтому в следующих сериях я могу попробовать как-то сделать котят. Странно, странно звучит. Но, тем не менее, было бы прикольно, чтобы маленькие копии Лии или не Лии, ну, или не копии, я имею в виду, носились по дому. Ну, их потом можно будет продать, да, Дэниелу уже получше после школы настолько уставшим пришел. Я просто в шоке, что школа с людьми делает. Вот особенно с моими персонажами, она над ними так издевается, над моим Дэниелом любимым. В общем, на сегодня у меня тоже есть небольшие планы, а именно добиться повышения у Кассандры. Я все же подумала, что раз уж она взрослая, значит, до пожилого возраста 10 дней она будет получать пенсию. И чтобы она получала хорошую пенсию, я хочу, чтобы она получила повышение. Иди, Карен, пожалуйста, перекуси йогуртом. Так, продать сим. Блин, мне, конечно, очень жалко за Дэниела, грустно, потому что он заслуживает свои пятерки. А завтра он ее точно не получит без проекта. Ура, это просто прекрасно, я нашла, в общем, тут школьные проекты. Просто, насколько я помню, и у других симмеров я видела школьные проекты. Теперь наш Дэниел сможет стать отличником. Тут есть эксперименты с... Ой, давайте работостроение. Я очень рада, что его можно купить. Я так понимаю, его можно купить только тем, у кого есть дети, и кто уже получал такие проекты в школе. Вот, как вы видите, у нас детей целых две штучки. Иди спать, пожалуйста, Карен. Так, а ты, Дэниел, вставай. Да, ты можешь встать, начать аккуратно работать. Жалко, нету какого-нибудь еще взрослого, свободного взрослого, я имею в виду, который смогу помочь. Но я думаю, что наша Кассандра, как всегда, поможет. Ну, типа, во что, во что, а вот в призывание, она его вкладывается хоть немножко. Здрасте, Дэниел, это Луна, не хотите сходить на свидание? Блин, не вовремя-то Луна, я как бы учиться пытаюсь. Я бы с радостью сходила с тобой на свидание. Точнее, Дэниел бы сходил. Но мы не можем, мы не можем, у нас дел по горлу. Тем более, сегодня я собиралась заняться повышением нашей Кассандры. Я думаю, ты пойдешь покушаешь. Гигиена, это не так важно, как еда и досуг. Взять остатки пищи, смотреть буйные пороки. Посмотри буйные пороки. Я знаю, что с Кассандрой, ну, с помощью какой-либо, мы в два раза быстрее проект будем заканчивать. Как раз завтра пятница, последний день школы на этой неделе. И будет день рождения нашего Дэниела. Если сразу баллы не увеличатся, то я куплю второй проект. Точнее, если этого не хватает, как видите. По-моему, что-то это увеличивалось. Было вот тут, а сейчас вот тут. Мы будем следить за этим курсором. В общем, строили мы вместе проект, и я так вижу, Кассандре это просто надоело. Она пошла принимать душ. Нет, пожалуйста, помоги, ему еще чуть-чуть осталось, потом в душ куда угодно пойдешь. Просто посмотрите, как это печально выглядит. Оба грязные, печальные персонажи пытаются сделать проект Дэниела. Ого, как трудно выглядит-то. Не кричи, пожалуйста. Просто не огорчай свою тетю, ей тоже нехорошо. Прекрасный его сердитый модулет, разъяренный модулет уже уходит. Поэтому сейчас, я так понимаю, тебе будет получше. Будет просто дискомфорт. А еще проект почти закончен, пожалуйста, успей. Отлично. Завершает свой школьный проект и получает дополнительные баллы. Поэтому я думаю, что повышение мы получим обязательно. Пошли какие-то минусы. Хорошее качество, тем не менее. Тоже иди сюда. Прими, пожалуйста, душ, горячий душ с паром. Думаю, что досуг это хоть немного тебя тоже повысит. А потом возьми остатки пищи и тоже смотри телевизор, я думаю. Если ты не заснешь. А нет, досуг не повышается. Посмотрите, наш Даниил уже кокетливый и безумно хочет спать. Я так понимаю, ты успеешь только сходить в туалет и никакого душа не примешь. Потом пойдешь спать. Посмотрите, кто к нам пришел. Владиславус, помоги, пожалуйста, убери этот весь мусор. Я просто понятия не имею, как его убрать. Боже мой. Успей, пожалуйста, в туалет хотя бы сходить. Мне кажется, лениво дремать и спать дает одинаковое количество бодрости. Так, хватит смотреть фильм. Мне кажется, он до кровати не дойдет. Да я вижу, я вижу, что тебе плохо. Эти действия сделала. Ты что кричишь-то? Карен все вообще великолепно. Она может, знаете что? Заняться своей жизненной целью. И начать репетировать речь. Потому что ей осталось всего лишь день или два дня до дня рождения. Хочу, чтобы она исполнила свои мечты. Так, подожди, подожди. Ага, в туалет ты сходил. Теперь прекрасно иди спать. Душа ты сходить не сможешь. Я тебя разочарую. Так, давайте способствовать росту. Способствовать росту. Способствовать росту. И способствовать росту. Прекрасно. Хорошее качество. Отличное качество. И отличное. Мы поняли, мы поняли, мы поняли. Кассандра молодец. Так, полить мы ничего не можем. Тут столько тарелок накапливается, что я думаю, можно даже купить, ну я уже говорила в прошлой серии, дорогую мусорку. Но пока у них денег немного и тратить на мусорку не очень хочется. Она, конечно, купится, но не так быстро. О, отлично, достигнут пятый уровень навыки общения. Поэтому, я думаю, ты можешь подружиться. У нее еще тут много чего. Угу, Кассандра пока спит. Наш козья пока на холодильнике такой миленький. Леечка. Возможно, послезавтра, точнее в 13 серии, у нее появятся котята, если я разберусь, как это делать. Потому что пока я понятия не имею. Все это как-то трудно запутано. Ну, учитывая, что я не хочу брать новых кошек, новых котов. И не знаю, получится ли у нас завести ребенка с Леечкой. Вот, поэтому да. Время уже почти 5 утра, точнее 4.30. И поэтому Лея может пойти покушать, приготовиться в школу раньше всех. Так как подрость у нее прелестная. Так, быстро прикуси. Давай овсяночку покушай. О, отлично, у них подрость уже прекрасно поднялась. У Кассандры почему-то хуже. Странно, у нее ведь кровать получше. Потом ты сходи в туалет, Кассандра. Прямо сейчас. Давай, вставай. Иди в туалет. И я думаю, что ей стоит... Ага, отратная сантехника. Ей стоит начать вести блог. Она как-никак автор отвлекающих статей. Создать профиль. У нее даже профиля нет, чтобы вы знали. Как она стала автором отвлекающих статей без профиля в социальных сетях. А, 8 у них школа. Стать тебе нужно примерно в 6.30, чтобы помыться. Вот, принято. Кстати, посмотрите. Опустошим миску. У нее уже так сильно упала бодрость. В общем, на пути к славе мы это знаем, конечно. Теперь, я думаю, тебе нужно будет выкладывать какие-нибудь... Вот. Обновить статус. Картинку. Опубликуем. Так, социальная сеть. Статус. И еще один раз. 100 подписчиков довольно быстро тут набираются. Не как в реальности. И нужен третий уровень навыка. Пакости или комедии. Я, конечно, выбираю комедию. Пакости нам не нужны. Сколько у нее подписчиков сейчас? 20. Ну, учитывая, что она один раз просто обновила статус, очень хорошо. О, время уже 6.45. Наш Дэниел должен встать. Ну, еще один раз обновить статус. А потом практикуйся в шутках. А, писать шутки. Я вспомнила. Безопасность компьютера. Заблокировать компьютер для всех, кроме семьи. Я думала, раньше был такой мод. Я знаю. Сейчас это не мод. Ничего себе. Шутки писать. Микрофончик я покупать не хочу. А, вот, придумывать шутки. Сразу не заметила. Все. Все, у нее 125 подписчиков. Теперь она может попрактиковаться немного в шутках. И я очень волнуюсь, что наш Дэниел не станет отличником. В принципе, я думаю, ничего страшного. Бричестер как-никак не на это смотрит. Они смотрят на навыки. Насколько я помню. По навыкам у нас механика вроде крутая. Научные исследования, дебаты. Программирование мы, конечно, потом улучшим, как и логику. Вот, пока он принимает душ. А Карен у нас играет. Ну, Карен может делать все, что хочет. Она пока маленькая. Потом она уже начнет напрягаться. Мы будем работать сегодня с домом. И на сегодня нам нужно два раза обновить профиль социальной сети и сделать снимок в караоке-баре. Это будет трудно, но два раза обновить профиль социальной сети. Это легче простого. Раз. Раз. Два. Неплохо Дэниел при завершении школьного сети. Ну, я думаю, читали. Я так думаю, что за сегодня мы не успеем отпраздновать день рождения Дэниела. Но завтра оно обязательно будет на следующей серии. Вот. А у нас обмен анонимными открытками. И это насчет Карен. Поэтому, конечно, она в открытую вручит. Ой, кто-то звонит. Обед не задался. Карен попал в свой хулиган, который забрал ее деньги на обед. Она плачет в кабинете. Давайте найти этого хулигана. Отлично. Она возбуждена. Отличный праздник. Ну, как бы я это и ожидала от Карен. А пока наша Кассандра будет спать. Потому что в бар, в таком состоянии, я ее не отпущу. Уже насчет Дэниела сделает цветочные впрыски для праздника. День любви сделает смешные или искренние. Давайте искренние. У нас же есть девушка. Чувствительная, приветливая, общительная и интригующая. Это лишь несколько из множества похвальных. Отлично. Прекрасные сегодня дни. Дни признания любви. К сожалению, Кассандра его игнорирует, потому что она не до трога. Ну, ладно. Я думаю, когда она станет старушечкой, мы и старичка найдем. А пока это ей не так нужно. И она в этом не так заинтересована. Она сейчас более по карьере думает о своем будущем. Вот. Бодрости хоть на оранжевую, пожалуйста. В красной бодрости я не хочу, конечно, идти никуда. Ага, третий уровень навыки комедии. Друзья мои. Ладно, давайте посмотрим, какой уровень в пакости. Как не люблю это слово. Ой, она прекрасно выспалась. Поэтому она может отправиться в коктейль-бар. Давненько она там не была. Потому что... Давайте пойдет не одна, а с милой. Потому что она сто лет не была в коктейль-баре. Ну, елы-палы. Но она такая женщина взрослая. Что ей там делать? Одна не хочет. Стесняется, может быть. Поэтому зовет Милу. Прекрасно. У нас тут как раз единственный коктейль-бар, в который мы отправляемся. В общем, вот наши барышни на месте. И нужно поскорее сфотографироваться. Это, если что, задание. Вот. Ой, где там? Сфотографироваться. С Милой и Манч. С нашей лучшей подружайкой. О которой я давно забыла. Благополучно, потому что давно не играла. Простите меня. Надеюсь, это засчитается. Нам сейчас дадут денежку и повышение. Может зайти в здание нужно? Окей. Сфотографировать может так? Ну вот он, коктейль-бар. Прекрасный, красивый, единственный в городе. Там же не написано в такой-то именно. Или я чего-то не понимаю. Я ничего не понимаю. Так, серия уже затянулась из-за этого гребаного задания. Нет? А что вам от меня нужно? В общем, я решила купить фотоаппарат, потому что я очень хочу повышение. Вот он, фотик. Самый дешевый. Ну а что? Сфотографировать. Красивый снимок. Ну, хотя бы денежки. На фотографиях заработаем. Ничего. Друзья мои, или я чего-то не понимаю, или я не знаю что, но ничего не происходит. Давайте она пока будет рассказывать шуточки. А я с вами под эти прелестные анекдоты, надеюсь, смогу хотя бы попрощаться, потому что серия вышла достаточно длинной, как и прошлая. В общем, всем пока. Пишите идеи в комментариях по поводу этого сериальчика, по поводу этой династии и семейства. И, надеюсь, оно вам нравится. Реально будет интересно, если бы вы знали, что это за фигня такая. У нас, в принципе, много дней, 9 дней. Завтра будет день рождения нашего Дэниела, поэтому не пропустите следующую серию, поставьте колокольчик. Ну а я с вами всеми прощаюсь. Всем пока-пока.